Доброе утро! 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 уполномоченный должен инициировать административную ответственность чиновника, такого же гражданина Украины, за то, что он не открыл соответствующую информацию. Это не совсем правильно для самой институции. Это правильно с точки зрения того, что орган, который решает эти вопросы, должен быть независимым. Тут мы полностью соответствуем европейским стандартам. Но вот сама институция, в которой этим занимается, мне кажется, должна все-таки осуществлять более независимый контроль НАТО. А должна быть другая независимая институция, которую нужно создать. Информационный комиссар, который, собственно, такая институция есть в очень многих государствах Европы, который должен рассматривать жалобы на имплементацию закона о доступе к публичной информации, который должен анализировать, правильно ли закрыта информация с точки зрения законодательства о защите персональных данных, который должен анализировать закрытие информации с точки зрения государственной тайны, с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения защиты прав и интересов других людей, и давать обязательные к исполнению указания, открывать информацию или не открывать. У меня на сегодняшний день несколько связаны руки, потому что омбудсмен имеет право давать только рекомендации. Мои указания не являются обязательными к исполнению. Соответственно, когда я обращаюсь к тому или иному органу или местному совету и говорю, нет, эту информацию надо открыть, это все-таки рекомендация. Да, я ссылаюсь на закон, да, я разъясняю, почему у меня именно такая позиция, но сам закон об уполномоченном регулирует, что это рекомендация. И, соответственно, у меня нет достаточного инструментария в этой сфере для того, чтобы эффективно до конца выполнить закон. Поэтому мы сейчас инициировали вопрос относительно внесения изменений в Конституцию с тем, чтобы создать институт информационного комиссара, при этом оставив за омбудсменом вопрос парламентского контроля, в том числе и за реализацией информационным комиссаром его функций. Поэтому мы предлагаем разделить эти вопросы. Пока сейчас, поскольку внесение изменений в Конституцию это достаточно долгий процесс и процесс проблематичный достаточно, потому что нужно даже для инициирования самого процесса нужно собрать подписи народных депутатов. Вот сейчас мы в процессе сбора подписей. Нам помогают активно и представители Совета Европы, и представители Европейского Союза, которые согласны с нами, что такая институция должна быть. Но вот сейчас пока мы в процессе. Тем не менее, мы продолжаем исполнять эту функцию. Достаточно сложно, потому что количество обращений достаточно большое. Кто эти люди, которые обращаются, как правило? Ой, это очень разное. Это журналисты или это граждане рядовые? Вы знаете, с журналистами это проблема, я сейчас о ней расскажу. Это, в основном, это активисты, которые поняли, что у них в руках лучший способ борьбы с коррупцией. Потому что получить публичную информацию, ее проанализировать и, соответственно, придать гласности определенного рода нарушений или, наоборот, подтвердить правильность действий государственного органа, это действительно один из наиболее приемлемых для обычного гражданского активиста способов борьбы с коррупцией. Поэтому, собственно говоря, это один из составов, который входит в состав тех административных правонарушений, которые имеют отношение к коррупционным действиям, если это нарушение закона о доступе к публичной информации. Поэтому, в основном, это гражданские активисты, которые научились использовать этот инструмент. Кстати, гражданских активистов мы тоже учим. Мы сейчас создали специальный курс, интерактивный курс, который и гражданские активисты, и чиновники могут использовать для того, чтобы понимать, что такое закон о доступе к публичной информации. У вас на сайте он находится? Он и у нас на сайте находится, есть он на платформе Прометеос. Это достаточно доступная база, которая разжевывает закон, помогает понять его лучше. И как направить запрос, и как получить ответ, и как защитить свое право на получение информации. Мы учим гражданских активистов, но мы учим еще параллельно чиновников. Мы проводим много тренингов с ними, мы разъясняем, мы пытаемся сделать так, чтобы чиновник не боялся открыть информацию. У нас, к сожалению, существует традиционная боязнь. Чиновник не понимает, что в некоторых случаях открытие информации – это лучшая защита для него. Хотя, конечно, в некоторых случаях, я объективно понимаю, чиновникам тоже есть что скрывать. Но тогда уже активисты, естественно, имеют право эту информацию получить. Поэтому это одно из достаточно интересных направлений нашей работы. Но, конечно, тут у нас тоже есть проблемы. Проблемы, которые связаны с устаревшим и, скажем так, не отвечающим сегодняшним реалям кодексом об административных правонарушениях. В рамках которого мы должны инициировать вопрос привлечения к административной ответственности. И у нас всякий раз возникает проблема в том, что мы обязаны вручить человеку лично протокол об административном правонарушении. А, собственно, кто у нас нарушает закон о доступе к публичной информации? Например, главы сельских советов. Попробуй доедь до каждого главы сельского совета и убеди его в том, что он должен получить и расписаться в протоколе. Ну да, это нереально практически. Очень сложно получить персональные данные. Невозможно отправить протокол просто по почте. Судебная практика складывается таким образом, что суды не принимают у нас те протоколы, которые отправлены по почте. И, соответственно, человек получил теоретически, но подписи человека нет. Соответственно, у нас есть проблема с этим. Проблема с тем, что можно привлечь к административной ответственности только на протяжении трех месяцев с момента выявления правонарушения. А пока человек обращается к нам, пока мы анализируем ситуацию и получаем всю необходимую информацию в органе, который потенциально нарушил его право на доступ к публичной информации, пока мы составляем протокол и получаем с большим трудом через разные органы персональные данные того чиновника, который нарушил, пока мы отправляем протокол в суд, мы тоже не всегда успеваем вложиться в определенный законом срок. Кроме того, у нас на сегодняшний день есть армия помощников, армия активистов, которые готовы нам помогать. И мы бы с удовольствием работали в сфере доступа к публичной информации в рамках той же системы «Омбудсмен плюс», которую мы достаточно успешно реализовываем в национальном превентивном механизме против пыток. То есть мы бы мониторов из общественности подтянули бы к работе офиса и предоставили бы им тоже право вместе с нами бороться за доступ к публичной информации. Это было бы активнее и лучше. Но, к сожалению, кодекс этого не предусматривает. В рамках кодекса составить протокол об административном правонарушении имеют право только представители уполномоченного и сотрудники секретариата. Даже я не имею права составить такой протокол, я их не составляю. И пока, к сожалению, мы не можем привлечь мониторов к этой нашей работе. Была попытка провести соответствующий законопроект через парламент. К сожалению, попытка была неудачная. Парламент не проголосовал. Поставили проект закона на голосование в пятницу, когда, к сожалению, не было народных депутатов в зале. И, соответственно, попытка провалилась. Но вот сейчас мы ждем следующую попытку и пробуем еще раз это сделать. Когда следующая попытка-то? Ну, собственно, от парламента зависит не от меня. Но пока еще неизвестно, да, дата рассматривает? Пока дата неизвестна. И, кроме того, парламент, собственно, очень правильно продолжает увеличивать количество законов, которые касаются публичности государственных денег. И сейчас появились новые законы, которые тоже обязывают государственные органы открывать определенного рода вещи, открывать закупки, открывать трату государственных средств и так далее. Это все тоже сфера сейчас нашей ответственности. Это тоже сфера нашего интереса и нашего контроля. Ну, должна сказать, что информационный комиссар нам, конечно, очень нужен. И это, конечно, институция бы сильно разгрузила нас и позволила бы нам заняться более, скажем, системными вопросами. Но, тем не менее, даже сегодня мы стараемся отвечать требованиям тех законов, которые принимает парламент. Сколько у вас людей работают в вашем офисе? Сегодня 270 человек. Это вместе с региональными представителями, региональными координаторами. То есть вы, только 200 человек, должны заниматься всеми этими делами? Вот не только этими, но и дальше мы пойдем в список. Да, вот, да. Это вот на весь спектр деятельности омбудсмена, да. Это 200 человек, которые еще частично находятся в областях. Потому что без региональных представителей мы бы просто не смогли бы вложиться даже теоретически в те сроки, которые предусматривает, скажем, Кодекс об административных правонарушениях. Потому что сейчас у нас есть возможность, когда у нас государственные служащие находятся, например, в Краматорске или в Ивано-Франковске или в Черновцах, мы просто протокол составленный отправляем ему, и тогда уже соответствующий региональный представитель приходит к нарушителю и сможет вручить ему протокол. Потому что иначе я бы не видела просто сотрудников в офисе. Они бы все занимались только тем, что они бы вручали протоколы. Разъезжали бы по всей стране. Конечно. Да, очевидно. Ну вот тогда переходим ко второму разделу, который вот, если как по мне, так напрямую связан с доступом до публичной информации. Это дотримание прав на захист персональных данных. Да. Здесь на самом деле очень много, я так понимаю, проблем. Давайте вот плавно перейдем. Проблем очень много. Да. Причем проблем, которые, наверное, они традиционно кроются в ментальности нашего общества. К сожалению, это то, что мне приходится всякий раз рассказывать европейским экспертам, когда они приезжают и задают мне не совсем удобные вопросы о том, что у нас происходит в стране. К сожалению, после Советского Союза, когда мы все жили в коммунальных квартирах, и мы привыкли к тому, что каждая соседка знает, что у нас на обед, что у нас на ужин, и кто приходит к нам в гости. А также мы привыкли к тому, что бабушки на лавочке под домом с удовольствием обсудят личную жизнь любых соседей. У нас немножко размыто понимание приватности как таковой. И той концепции приватности, которая существует в Европе, когда мой дом, моя крепость, и никто не имеет права вмешиваться в мою личную жизнь и интересоваться моей личной жизнью. Эта концепция у нас, к сожалению, пока не работает. И персональные данные, как часть концепции приватности, это у нас какой-то такой, знаете, маячок, который вроде бы как появился, но для общества еще пока определяющим не стал. У нас, вот, например, в парламенте вы достаточно часто можете услышать рассказы о том, что мы хотим какой-то один большой единый демографический реестр, куда будут сливаться все остальные реестры. И каждый чиновник, в случае, если ему нужно узнать что-то о человеке, он войдет в этот единый реестр, и он узнает все. Все. Это плохая идея. Так не может работать государство. Каждый реестр должен иметь свою цель. Каждый сбор информации должен иметь свою цель. И эта цель должна быть четко определена в законе. И не может быть такого, чтобы один реестр использовался совершенно с другой целью. У нас, например, очень любят, например, говорить о том, что вот мы создадим реестр, и нам будет проще определять, кто у нас там нарушитель правил дорожного движения, и мы сразу будем определять, где у него находится собственность, и в результате по месту нахождения собственности мы будем отправлять ему штраф. Очень хорошая идея. Наверное, с точки зрения реализации функции наказаний за нарушение правил дорожного движения это правильно, но с точки зрения права на приватность и защиты персональных данных это никуда не годится, потому что это совершенно разные реестры, которые создавались совершенно разными целями. И в случае, если у нас создается реестр переселенцев, то он создается не для того, чтобы им пользовалась служба безопасности, а для того, чтобы облегчить жизнь переселенцев. Поэтому вот у нас тут всякий раз в рамках защиты персональных данных у нас существуют две очень большие проблемы. Проблема первая – это то, что сам гражданин не понимает, что такое его право на приватность и каким образом защитить свои персональные данные. И поэтому у нас сначала гражданин, не думая, ставит галочку, заполняя анкетку в супермаркете относительно того, что он согласен на обработку персональных данных. А потом, когда оказывается, что супермаркет сетевой и, соответственно, он получает рекламу теперь уже из разных магазинов на ту информацию, персональную информацию, которую он предоставил, он обращается ко мне. Например, я докапываюсь до сути и потом понимаю, что, собственно говоря, человек сам дал согласие, не понимая, на что он дает согласие. А с другой стороны, у нас есть позиция государства, которая с благими целями, но тем не менее не хочет понимать, что персональные данные – это очень чувствительный элемент, который не может использоваться даже с очень благими целями, но которые не прописаны в законе и которые не, скажем, соответствуют европейской практике использования персональных данных. Поэтому вот тут мы, скажем так, мы действуем в нескольких направлениях. С одной стороны, у нас есть не очень большое количество жалоб, и это понятно, потому что гражданин не всегда готов защищать свои права, потому что он не понимает вот это право на приватность, но тем не менее мы реагируем на жалобы. У нас достаточно большое количество жалоб, которые касаются, например, предоставления информации в суд, хотя это не является распространением персональных данных. То есть что вы имеете в виду? Я имею в виду, когда, например, есть судебный иск относительно раздела имущества. В рамках этого судебного иска между бывшими супругами один из супругов выдает персональную информацию бывшей жены с тем, чтобы обосновать свой иск. Суд принимает эту информацию, рассматривает иск и так далее. Жена бывшая обращается ко мне и говорит, это моя персональная информация, какое имел право суд эту информацию принимать. Тут необходимо разъяснить, почему обращение в суд и почему использование судом персональной информации является абсолютно законным, почему это не является обработкой персональных данных, почему это не является вмешательством в личную жизнь каждого и так далее. И параллельно мы сейчас работаем с тем, чтобы развить созданную вместе с Советом Европы школу защиты персональных данных. Это была школа, которую мы создавали втроем. Совет Европы, Украинский католический университет и наш офис, который работает во Львове. Это удобнее, потому что там мы собираем всех чиновников, они оторваны от рабочих мест, и рабочие вопросы перестают мешать им получать нашу информацию. Мы работаем там и сейчас, думаю, сейчас еще откроем один из вариантов такую же школу в Киеве, благодаря сотрудничеству с ОБСЕ, с тем, чтобы еще и чиновникам рассказать, что такое персональные данные. При этом, когда я говорю о чиновниках, наверное, не совсем права, потому что мы уже собирали и банковских служащих, мы уже собирали представителей коллекторских компаний, потому что это бич для Украины, когда без согласия человека банк передает коллекторской компании персональные данные должников. Мы уже собирали представителей медицинских учреждений, потому что все, что касается здоровья человека, это максимально чувствительные персональные данные, которые требуют особой защиты. Соответственно, все идеи относительно создания реестров наркозависимых или реестров больничных с указанием диагнозов и так далее, это очень специфические вопросы, которые требуют особого внимания. И вот третье направление, по которому мы работаем, это постоянный анализ и того, что появляется в парламенте, и того, что появляется в правительстве в части идей создания очередных реестров, в части, например, создания реестра ДНК. По этому поводу я просто обратилась в Конституционный суд, потому что это прописали как возможность для реализации национальной полиции, в новом законе национальной полиции, но при этом не прописали ничего. Никакого будет механизма, каким образом собирается этот реестр ДНК, никакой будет порядок вхождения в этот реестр, ни о том, каким образом, вообще какова цель этого реестра, и по состоянию на сегодняшний день, вот если прочитать внимательно законодательство, получается, что человек, который совершил нарушение правил дорожного движения, тоже должен, по идее, сдать свой ДНК для того, чтобы в дальнейшем находиться в реестре. Надо ли это вот в таком объеме для государства, которое не хотело бы быть полицейским государством? Я не знаю, я не уверена. Поэтому я по этому поводу обратилась сейчас в Конституционный суд с тем, чтобы разобраться и с этим вопросом в том числе. Валерия, вот вы мне скажите, пожалуйста, у нас на сегодня граждане могут прочитать какой-то один простой закон о том, как они могут защищать свои персональные данные, чтобы они понимали, что вот это можно, а это нельзя. Вот это же на самом деле людям-то нужно объяснить, потому что одно дело чиновникам, это такое дело. А люди, вот я, например, честно говоря, я интересуюсь, читаю, но я вот, например, честно говоря, не знаю. Может, вы мне подскажете, и вот нашим зрителям тоже. Куда? Кому обращаться, где спросить-то? Сложный вопрос. К сожалению, закон достаточно сложный. Мы взяли аналог, скажем, принимали аналог польского закона плюс директивы Европейского Союза, которые имплементированы в тело закона. И сказать, что закон простой, и можно посмотреть две статьи, чтобы понять, как быть дальше, я не скажу так. Как быть гражданом сложно. Я советую обращаться к нам. Мы стараемся разъяснять простым языком, как быть. Мы стараемся разъяснить, когда это является нарушением, когда нет. У нас сейчас уже есть достаточно серьезная судебная практика, когда мы привлекаем к ответственности тех, кто незаконно распространил персональную информацию или незаконно собирает персональную информацию. Например, когда списки внутренне перемещенных лиц развешиваются в органах социальной защиты населения. И это является основанием для того, чтобы граждане, которые сдали в аренду квартиру для ВПО, чтобы они пришли и подтвердили, что да, действительно, мы сдали такому-то гражданину в аренду квартиру. Однозначно незаконное использование персональных данных и однозначно в данной ситуации должна быть ответственность. К счастью, этот чиновник действительно был привлечен к административной ответственности благодаря нашим материалам, которые были отправлены в суд. Тут нам повезло. Нам быстро правозащитники об этом сообщили. Мы быстро успели выехать на место, зафиксировать факт, сразу на месте составить протокол и получить подпись чиновника, который в этом виноват. И мы успели в трехмесячный срок. Но, в принципе, это достаточно сложно. Ну, переходим к следующему разделу. Я думаю, он тоже немаленький. Вот «Свобода от дискриминации». Ну, давайте здесь много. Мы в этой студии очень много за последний год слышали о дискриминации. Но, как правило, мы говорили о людях, которые покинули свои дома в результате войны. Вы знаете, значительно более многосоставный вопрос, нежели только дискриминация ВПО. Я вам больше скажу, я в этом разделе о ВПО как раз не говорила. По внутренне перемещенным лицам есть отдельный раздел. И все вопросы дискриминации именно этого субъекта находятся там. Здесь я говорила о значительно более серьезных вещах, которые, кстати, тоже связаны с, к сожалению, нашим неправильным пониманием дискриминации как таковой. И это наследие в очередной раз вот той вот ментальности Советского Союза и тех же коммунальных квартир. Почему-то у нас есть определенного рода традиционные маркеры, когда мы плохо относимся или мы не замечаем проблем представителей тех или иных национальных меньшинств, представителей тех или иных возрастных групп, представителей тех, кто имеет инвалидность. Это, к сожалению, опять же вопрос воспитания общества. И вот я как раз рассматриваю наши функции в рамках борьбы с дискриминацией именно как больше воспитательную функцию для общества. Потому что, к сожалению, у нас очень много случаев, когда человека с болезнью Дауна могут не пустить в кафе. Но это известный случай. Благодаря журналистам стал известен случай, когда человека с инвалидностью по зрению и с собакой-поводырем не допустили в киевский метрополитен. Но у нас, к сожалению, неизвестен случай, что у нас в рамках реконструкции, например, одной из станций метро в Киеве, несмотря на строительные нормы, у нас построили вход в станцию метро таким образом, что человек на коляске просто вообще никогда не сможет туда попасть. Хотели увеличить пассажиропоток. Хорошая была идея, но забыли о том человеке, который должен на коляске иметь возможность пройти. А их на самом деле немало. А в том-то и дело. И более того, у нас, вы знаете, традиционно, это уж там забегая вперед, вот мы будем говорить о национальном превентивном механизме, традиционно у нас так складывается, мы дома для людей с инвалидностью почему-то относим территориально максимально далеко, в лес, максимально далеко от районных центров, я уже не говорю об областных и так далее. Вот с глаз долой и с сердца вон. Не хочется заниматься этой сложной проблемой, и мы не обращаем на нее внимания. Это категорически неправильное отношение государства к собственным гражданам. А сейчас, в условиях, когда у нас увеличилось количество людей с инвалидностью, не думать о них просто нельзя. Особенно в условиях войны, когда так много людей. Потому что у нас очень много раненых. У нас очень много людей, которые, к сожалению, лишились конечностей. И которые требуют внимания со стороны государства. Государство не имеет права не обращать на них внимания. А это как раз один из спектров дискриминации. Но мы в ближайшее время, я надеюсь, на 25 числа, мы будем презентовать вместе с программой развития Организации Объединенных Наций очень большое социологическое исследование, впервые, которое мы провели в Украине. И которое касается очень большого количества спектров прав человека в Украине. И того, как защищать свои права, и того, как реализовывать, и насколько человек вообще в принципе оценивает защищенность своих прав и так далее. Один из вопросов, который задавался, это вопрос дискриминации. Считаете ли вы, что можно дискриминировать или, скажем, ущемлять в правах представителей тех или иных национальных меньшинств? Вы знаете, очень страшные ответы мы получили. Мы получили достаточно много положительных ответов. Да, эти люди могут быть ущемлены в правах. И очень большой процент ответов касался того, что в некоторых случаях представителей некоторых национальных меньшинств можно дискриминировать в правах. Ого! К сожалению, точно такая же ситуация по представителям ЛГБТ. Когда люди говорят, да, мы считаем, что в некоторых случаях представителей ЛГБТ можно дискриминировать в их правах. К сожалению, очень большое количество населения считает, что, например, представителей ромской меньшины можно дискриминировать в правах. Это говорит о незрелости общества. Это говорит о том, что и наш офис, и правозащитники, и государство в целом недовоспитали общество с точки зрения его отношения к тем, кто, наоборот, требует большего внимания, а не отторжения. Здесь у нас в рамках нашей антидискриминационной политики у нас больше проактивный мониторинг на сегодняшний день работает, нежели реакция на жалобы. Жалобы приходят крайне редко. Чаще всего это либо от людей с инвалидностью, либо от тех людей, которые считают, что их дискриминировали по возрасту. Когда, например, произошло увольнение, и человек приходит и говорит, а меня вот уволили исключительно потому, что я предпенсионного возраста. Такое тоже может быть, такое тоже случается, но, как показывает практика, вот проактивный мониторинг показывает, что не это является основной проблемой в Украине. В Украине основная проблема, которая сегодня существует, это дискриминация с точки зрения языка. Причем я в данной ситуации говорю не о русском и украинском языке, я сейчас не об этом. Я говорю сейчас скорее о праве разговаривать на языке национального меньшинства. Я говорю о праве обучать детей языком национального меньшинства. У нас даже, вы знаете, есть очень интересный законопроект в парламенте. Мы его даже, мы предоставляли к нему заключение уполномоченного. Законопроект, который, я так понимаю, имел целью иначе выстроить парадигму русский и украинский язык, но зацепил, в том числе и венгерский язык, который, несомненно, очень актуален на Закарпатье, например. Зацепил вопросы, скажем, национальных меньшинств на территории Черновцов. И представители национальных меньшинств обратились ко мне с просьбой защитить нас, потому что в результате реализации этого законопроекта и мы тоже будем лишены возможности обучать своих детей на языке национального меньшинства. Это неправильно. Нам это гарантировано Конституцией. Я очень надеюсь, что парламент примет правильное решение. Это сейчас только в первом чтении рассматривается законопроект. Но, тем не менее, обратить внимание парламента на то, что появляется дискриминация по отношению к тем, кто хотел бы использовать язык национального меньшинства в школьном обучении, обратить внимание парламента на это. Это моя основная задача. Поэтому вот с парламентом мы сейчас будем работать с тем, чтобы такая дискриминационная норма не была принята. Кроме того, достаточно часто у нас возникает язык, так называемый язык вражды, когда вдруг на сессии одного из областных советов, городских, прошу прощения, городских советов, рассматривается вопрос относительно того, что необходимо ввести инклюзивное образование, то есть образование совместное для здоровых детей и детей с инвалидностью. И тут вдруг выступает один из депутатов городского совета, который говорит категорически нет, почему это дети с инвалидностью должны учиться вместе с моими здоровыми детьми, я возражаю, я против. Несомненно, дискриминация. И более того, не просто дискриминация, но еще и язык вражды по отношению к тем детям, которые так уже пострадали. Соответственно, мы немедленно отреагировали, мы обратились к главе этого местного совета с тем, чтобы была проведена разъяснительная работа, с тем, чтобы была исправлена ошибка, которая была допущена, а ошибка была, естественно, подхвачена еще и средствами массовой информации, конечно же, и о том, чтобы соответствующий депутат местного совета был привлечен к ответственности в рамках того регламента, который действует в этом городском совете. Это, конечно, не исправляет уже созданную ошибку и уже произошедшую ситуацию. Родители в любом случае уже обижены тем, что произошло. Но это, по меньшей мере, позволит предотвратить нарушения в будущем. Это определенного рода превентивная функция. Поэтому стараемся работать еще и в таком направлении, немножко, может быть, воспитывая общество в этом смысле. Ну, Валерия, идем дальше. Вот право на судовый захист. Это вот... Остановимся на этом более подробно? Конечно, остановимся. Это наиболее интересный для меня вопрос. Интересный потому, что функция уполномоченного, собственно говоря, по закону, это только пассивный мониторинг того, что происходит в суде. Кроме очень узких специфических вопросов в рамках гражданского производства и административного производства, где уполномоченный имеет право выступать в интересах человека, во всех остальных случаях мы вмешиваться не имеем права. Но это не лишает нас необходимости анализировать то, что происходит. И, соответственно, когда мы приходим в суд с целью пассивного мониторинга, мы видим проблемы, которые возникают в судебной системе. Следующий вопрос для меня, как реагировать на эти проблемы? Потому что можно сколько угодно констатировать, что суды не обращают внимания на уникальную статью в Уголовном процессуальном кодексе, которая обязывает судью реагировать на нарушение прав человека. Но, тем не менее, если судья не реагирует, что делать дальше? Ну, не реагирует, я не имею права повлиять на этого судью. У нас всякий раз возникает вопрос, что же дальше? В рамках этого направления нашей деятельности мы сейчас провели большое количество тренингов. Сначала провели мониторинг вместе с добровольцами, по сути дела, которые вместе с нами приходили в суд. И с разработанной анкеткой выставляли галочки. А все ли части уголовного процесса сегодня были использованы, которые предполагались для использования в процессе? Да, ну там, их много. Мы обобщили результаты этого мониторинга, мы провели соответствующие исследования, нам помогла одна общественная организация, и мы вместе с ней это сделали. И после этого мы сейчас проехались почти по всем регионам Украины с тренингом для судей, чтобы показать им, посмотрите, вы нарушаете уголовный процесс, если вы действуете так. Так, ваша задача действовать иначе. Мы стараемся не вмешиваться в процесс осуществления правосудия, но в процесс администрирования мы имеем право вмешаться и показать, что неразумно долгие сроки – это нарушение прав человека, что нереагирование следственного судья на то, что человек, которого привела прокуратура, и относительно которого рассматривается вопрос о применении превентивных мер. А этот человек сейчас с телесными повреждениями, нереагирование судьи на телесные повреждения – это неправильно, это нарушение процесса. К сожалению, я никак не могу добиться, у нас почему-то никак не идет на сотрудничество сначала высшая квалификационная комиссия судья, сегодня уже высший совет правосудия, с тем, чтобы еще и инициировать дисциплинарную ответственность судей за нереагирование, например, на телесные повреждения у человека. Статья абсолютно четко предусматривает, как должен действовать судья. Более того, статья не предусматривает других вариантов действий. Она не дает возможности судье думать. Она четко говорит, если видит телесные повреждения, то должен сделать следующее. И такие действия судьи, с моей точки зрения, будут превенции для действий полиции, которая, задерживая человека, может применить силу. Соответственно, я очень заинтересована в том, чтобы эта статья работала. У меня есть конкретные факты, когда судья не среагировал. Я обращаюсь в высшую квалификационную комиссию судей, показываю им, смотрите, человек сидел перед судьей с гипсом на руке. Это мог быть перелом, который возник в связи с законными действиями полиции. Да, мог. Но разобраться, законное это действие или незаконное, или это надмерное применение силы, должен судья в рамках процесса. И судья обязан этот процесс инициировать. Судья этого не сделал. Я считаю, что здесь должна быть дисциплинарная ответственность судьи. Но, к сожалению, я полтора года боролась с высшей квалификационной комиссией судей. Я приезжала на каждое заседание и убеждала их в необходимости вынести соответствующее решение. Я так и не получила соответствующего ответа. Сейчас у меня начинается точно такой же процесс с высшим советом по делам правосудия. Ну, посмотрим. Возможно, здесь будет легче. Возможно, не потребуется полтора года. Валерия, у нас уже остается не так много времени, как хотелось бы. А разделов, на самом деле, это еще очень много. Вот давайте, может быть, на самых главных остановимся, которые вам кажутся очень важными. Вот есть реализация функции национального превентивного механизма, или мы вот коротко по каждому, как вам кажется правильно? Вы знаете, о национальном превентивном механизме я могу говорить долго и много, потому что это любимый ребенок, это все знают. Это, скажем так, ребенок, о котором мы все долго мечтали. Причем, когда я говорю «мы», это ведь не только офис, это и правозащитники, которые очень хотели, чтобы, в конце концов, национальный превентивный механизм против пыток в Украине появился. К счастью, это удалось реализовать в 2012 году. Сегодня у меня более 200 мониторов по всей территории Украины, которые готовы в любой момент выехать на визит в места несвободы, которые знают то, чего обычный гражданский активист не знает, потому что мы постоянно сейчас проводим подготовку мониторов. Они сейчас знают, как общаться с пациентами психиатрических клиник, что смотреть в гериатрических пансионатах, как поговорить с ребенком, который находится в детском доме так, чтобы и ребенка не испугать, и тем не менее почувствовать, как этому ребенку в этом детском доме, и сделать из этого выводы. Которые знают, как зайти в следственный изолятор ночью, которые знают, как приехать в колонию и найти проблемы, в том числе и в части выплаты, например, заработанных денег, который не получил заключенный, хотя работал целую смену и так далее. То есть это сейчас профессиональные мониторы, которые уже даже сейчас объединились в отдельную общественную организацию, просто для того, чтобы уже отделиться немножко от офиса и самостоятельно заниматься повышением своей квалификации. И это действительно очень здорово, это дает свои результаты. Я всякий раз отправляя рекомендации, получая ответы от государственных органов, я вижу, что это действительно дает свои результаты. Да, не сиюминутные. Действительно, ну нереально перестроить одесский следственный изолятор. Он старый, он плохой, он нарушает права человека, и туда очень удобно заводить съемочные группы для того, чтобы там снимать какие-нибудь фильмы ужасов. Да, это идеальное место. Его отремонтировать за, условно говоря, 3 месяца или за месяц выполнения моих рекомендаций нереально. Должны быть другие решения. Но те решения, которые принять можно, когда речь идет, скажем, об увеличении количества персонала на одного пациента, который находится в психиатрической клинике. Когда речь идет о том, чтобы было перспективное меню в гериатрическом пансионате, чтобы можно было увидеть, что в течение недели человек будет получать и что будет у него в рационе. Если речь идет о том, чтобы просто элементарно дать возможность тем людям, которые маломобильны, иногда выходить на улицу, потому что мы знаем те интернаты, где маломобильные люди, люди с инвалидностью, люди, которые с трудом передвигаются, они находятся просто на втором этаже без лифта, и у них потенциально нет возможности выйти на улицу и посидеть на солнце. Сделать так, чтобы они оказались на первом этаже, и сделать так, чтобы они просто, ну даже на крыльцо своего дома, своего интерната могли выехать. Ведь это несложно, это не требует больших бюджетных вливаний. Нам удается добиться позитивных изменений. Это говорит о том, что нам удается изменить отношение к тем людям, которые там содержатся, от которых, собственно, ну вот мы все, общество, отгородилось. Общество посмотрело и сказало, они далеко, они за лесом, они за колючей проволокой, мы не хотим знать, что там. Сегодня мы знаем, что там, и сегодня мы можем говорить о том, что, в том числе, кстати, благодаря нашим журналистам-мониторам, которые вместе с нами ездят, сегодня мы можем говорить о том, что и интерес общества возрастает к этим людям. А это очень хорошо, это опять же функция воспитания общества. Это то, что, скажем так, на чем общество растет? На своем отношении к тем, кто в местах несвободны. Валерия, вот еще очень интересный уровень стандарт римания социально-экономичных прав людины в Украине. Вот тоже интересный раздел. Вот тут даже пару слов, пару фраз перед эфиром. Интересных-то очень сказали. Если можно коротко, давайте пробежимся по основным. Вы знаете, это действительно очень интересный раздел, и это, наверное, раздел, который зацепит каждого. Потому что есть разделы, которые касаются специфических субъектов. Внутренние перемещенные лица, дети, НПМ в том числе. А здесь это касается действительно каждого. И мы постарались сделать этот раздел максимально информативным для каждого, кому интересно и кто хочет почитать, что же творится сегодня в экономике. В экономике и в экономике с применением к социально-экономическим правам граждан. Потому что у нас огромное количество проблем, которые связаны с реализацией права на пенсию, которые касаются реализации права на заработную плату, которые касаются реализации тех социальных льгод, которые предусмотрены законом, но которые в результате человек не получает. Проблем много. Для того, чтобы описать эту проблему, мы даже затребовали специально статистику из Госкомстата, чтобы показать, она является достаточно показательной с точки зрения тех проблем, с которыми сталкиваются люди, которые обращаются ко мне. И поэтому раздел достаточно всеохватывающий и достаточно интересный. Но работа в рамках этого раздела достаточно сложна, потому что по этому направлению приходит наибольшее количество жалоб. Это касается практически всех. И жалобы, которые приходят, касаются практически всех спектров деятельности. Это и вопросы устаревшего сегодня, практически нереализованного жилищного кодекса Украины. Это все вопросы очередности получения жилья, социального жилья и так далее. Это вопросы приватизации комнат в общежитиях и правовых последствий, которые связаны с тем, что общежития не передаются, например, в коммунальную собственность. Это и вопросы коммунальных услуг и того, что действительно сегодня очень беспокоит общество, потому что стоимость коммунальных услуг сегодня зашкаливает. Это и вопросы того, как обеспечить свое право на получение земельного участка, как обращаться, куда жаловаться и так далее. У нас, например, сегодня мы для себя определили, что это очень большая проблема. Человек не понимает, как реализовать свое право на землю, которое у нас записано в земельном кодексе. И в некоторых случаях человек, не получая ответа, например, местного совета, начинает жаловаться на несоблюдение закона об обращении граждан, не понимая, что земельный кодекс содержит совершенно другой способ решения данного вопроса. И что если ты не получил ответ, это по сути дела означает, что ты получил «да». Ух ты, это интересно. Правда? Вот это, по-моему, никто не знал. Ну, наверное, да. Это, наверное, как раз один из вопросов, который нужно просто открыть закон и прочитать, а не, скажем так, просто говорить о том, что я имею право, но при этом не знаю правовых оснований для этого. Это вопросы, которые касаются, скажем, маленькой пенсии, которая сегодня не дает возможности выжить. У нас очень часто сейчас появились жалобы, когда человек описывает нам свою жизнь, пишет о том, какую пенсию он получает, какую сумму он должен уплатить за коммунальные услуги, какую сумму он должен уплатить за лекарства, потому что пенсионер – это обычно человек уже в возрасте, да, и есть определенные сопутствующие заболевания. Человек нас спрашивает, а как мне выжить в этой ситуации, а что мне делать в этой ситуации? С одной стороны, можно было бы отмахнуться, это не наша проблема, да, мы не можем подсказать человеку, как ему выжить. Но с другой стороны, ведь можно посмотреть, а получает ли человек субсидию. А если он не получает субсидию, то почему? Возможно, есть человеческий фактор, связанный с действиями чиновника. Возможно, сам человек не обратился за субсидией, и нужно дать соответствующее разъяснение. Возможно, можно как-то оптимизировать вопросы его пенсии. Соответственно, нужно поднять пенсионное дело и посмотреть, а все ли учтено у этого человека. Возможно, он просто не знает, что нужно еще раз обратиться в пенсионный фонд и пересчитать пенсию в связи с новыми обстоятельствами в его жизни, если они есть. Ну, то есть есть большое количество вопросов, когда мы занимаемся индивидуальными жалобами, ну, скажем так, под очень специфическими углами зрения. Мы очень стараемся помочь каждому человеку, но об этом вы не найдете в докладе, потому что это вопрос нашей работы. Но это не вопрос, который касается того, где парламент должен изменить законодательство с целью улучшения жизни человека, в том числе и в плане социально-экономических прав. А вот, Валерия, маленькие короткие уточнения. Вы же не первый год составляете такой доклад. Вот предыдущие годы тоже были таким болезненным было несоблюдение именно социально-экономических прав? Или это вот в последний год как-то заострилось? К сожалению, болезненный этот вопрос был всегда. И это направление всегда с наибольшим количеством жалоб. Просто в последний год-полтора жалобы стали очень тяжелыми для рассмотрения. Я могу вам сказать, как человек, который читает все заявления, которые приходят в офис, некоторые тяжело дочитать до конца. Просто по-человечески тяжело. Потому что я объективно понимаю, что есть очень большой процент населения, которые сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию просто пережить не могут. Просто потому, что им нужно выбирать по традиции, опять же, советской старой, уплатить коммунальные услуги, как мы привыкли, да, к нас приучили наши бабушки и дедушки. Или купить себе кусок хлеба, или купить себе лекарства. Ну и вот давайте все-таки скажем несколько слов по разделу номер 8. Это дотримание прав и свобод нуточню перемещенных усид. Мы, конечно, делали, я помню, большое интервью, поэтому пару слов хотя бы скажем, потому что это же очень важно на самом деле. Потому что многие, кто приходят к нам в студию, говорили неоднократно об этом. Да, к сожалению, это до сих пор очень болезненный вопрос. Понятно, болезненный. Потому что когда в стране более полутора миллиона переселенцев, конечно же, этот вопрос должен вызывать особое внимание со стороны государства и со стороны правозащитников. К сожалению, на сегодняшний момент одна из наиболее уязвимых категорий населения. Уязвимых и потому, что государство не предоставило возможности интегрироваться. Понимаете, когда это внутренне перемещенные лица, но они приехали, условно говоря, на конфликт, который длится три месяца, и через три месяца они вернулись в места постоянного проживания, три месяца человека можно попросить потерпеть и не обращать особо на него внимания. Но когда это конфликт, который длится уже три года, собственно говоря, этим людям надо как-то жить. Этим людям нужно каким-то образом найти крышу над головой, нужно где-то работать, нужно куда-то отправить ребенка в садик, либо в школу и понимать, какие перспективы есть у этого ребенка. А у нас в стране ведь еще, ко всему прочему, есть такое понятие, как ксенофобия, то есть неприятие чего-то чуждого, неизвестного ей. И это при том, что в разных регионах Украины у нас ведь даже Пасха празднуется по-разному, и писанки раскрашиваются по-разному. Представьте себе, каково этим переселенцам, которые приехали без крыши над головой, которые приехали с чемоданами, с детьми, им нужно сейчас как-то жить, как-то работать, как-то влиться в эту новую среду, а на них смотрят, как на очередную обузу. Практически везде. Я видела только один, скажем так, я слышала, только один приемлемый результат работы местной власти с переселенцами. Это Мариуполь, где мэр Мариуполя мне рассказывал, что Мариуполь сейчас знает, какое лицо у переселенцев, то есть они знают профессиональные возможности каждого, они понимают, что им очень сильно повезло, что приехала профессура, которая недалеко уехала от дома, но тем не менее раньше она работала в университетах в Донецке и в Луганске. И, соответственно, для них это сейчас великолепная возможность сделать из Мариуполя центр научной мысли. Потому что у них сейчас есть, благодаря децентрализации, у них есть деньги в местном бюджете, и они могут сейчас создавать университеты в Мариуполе, они приглашают университеты к себе, у них есть переселенцы, которые раньше работали преподавателями в вузах, и они сейчас готовы сделать из Мариуполя научную столицу Украины. Амбициозная цель, но тем не менее цель хорошая, правильная, и цель, которая позволяет интегрировать переселенцев в сегодняшнюю жизнь. Это крайне редкий, к сожалению, позитивный пример. К сожалению, чаще всего на переселенцев смотрят действительно как на обузу. И, к сожалению, вот у меня сейчас есть информация, что, например, в некоторых районах Харьковской и Днепропетровской области переселенцев попросили переехать из этих районов, потому что они обуза, попросили переехать в Донецкую и Луганскую область. Пусть не в места конфликта, но по меньшей мере на подконтрольную территорию, но вот туда. Потому что неинтересно местной власти посмотреть, кто к ним приехал, какова их профессиональная принадлежность, как это можно использовать для развития региона. Не хочется этим вопросом заниматься, не хочется дать возможность человеку интегрироваться в местную общину и проще человека попросить на другую территорию. Переведьте, пожалуйста. Не мешайте, пожалуйста. А с другой стороны, есть еще и очень большая проблема, которая связана, опять же, с невниманием со стороны государства. Ну вот посмотрите, например, есть такой Беловодский район в Луганской области. С одной стороны, это граница с Россией. С другой стороны, это зона конфликта. Изначально 20 тысяч местного населения, 52 тысячи зарегистрированных переселенцев, 4 социальных работников. Кошмар просто. Именно. Это сразу показатель того, что ни местное население не может получить необходимую социальную помощь от социальных работников, ни переселенцы, которые там реально проживают, реально проживают меньше, конечно, естественно. Но, тем не менее, реально проживающие переселенцы тоже не могут получить там соответствующую социальную помощь, а социальные работники ездят по указанным местам проживания зарегистрированных переселенцев с тем, чтобы проверить, а проживают ли они там. Или есть основания для прекращения выплаты социальных выплат. Правильно? Нет. Категорически. Должно было государство отреагировать? Да, однозначно. Должно было обязательно, причем на нескольких уровнях. Потому что Министерство социальной политики, которое рассказывает, что местное управление социальной защиты это не их ответственность, они находятся в подчинении местных органов власти, категорически неправо. Оно не читает элементарно положение о собственном министерстве, где написано, что именно Министерство социальной политики отвечает за политику государства. И эту политику надо формировать. И они обязаны были сформировать политику таким образом, чтобы и местное население получало социальные услуги, и переселенцы не чувствовали себя обделенными. И более того, чтобы у социальных работников были, а, деньги на проезд, и чтобы у них были компьютеры, чтобы у них была бумага, потому что один акт обстояния житловых умов, это акт осмотра жилищных условий, это пять страниц. Представьте себе, 52 тысячи переселенцев. Только распечатать количество актов, это уже огромное количество бумаги, которую социальные работники, получая минимальную заработную плату, покупают за собственные деньги. Но ведь ненормальная ситуация. Где же политика, Министерство социальной политики? Ее ведь нет. Это самоустранение от решения очень важных вопросов. Кроме всего прочего, это ведь еще и вопросы дискриминации внутренне перемещенных лиц, которые начинаются с Министерства, которые смотрят на внутренне перемещенных действительно как на серьезную обузу в своей работе. Это дискриминация местных властей, которые не хотят продумать программу интеграции. И это дискриминация в законе, в законодательстве, когда переселенцы действительно чувствуют себя другими. Они не могут проголосовать на местных выборах. Критические права, да, по-прежнему у них нет механизма, как это сделать. Они не могут выбрать банк, в котором они хотят получать свои социальные выплаты. Они не могут более чем на 30 дней уехать на неподконтрольную территорию, хотя там могли остаться и родственники, которые требуют внимания, и дома, которые требуют просто элементарно того, чтобы приехать и посмотреть, а есть ли еще этот дом, или его уже разграбили. Ну и так далее. То есть это очень много вопросов. Валерия, спасибо вам огромное. У нас просто уже в студии следующий гость. Я просто хочу сказать нашим зрителям, что я на самом деле очень благодарна Валерии за то, что она приехала сегодня к нам и рассказала все об этом. Я действительно рекомендую вам прочитать этот доклад. Вот он находится на сайте офиса, амбутсмена. И это очень важно. И я еще очень надеюсь, что представители Верховной Рады, наши депутаты, наконец-то тоже прочитают этот доклад, потому что я думаю, что это на самом деле очень важно. Валерия, когда последний раз в Верховной Раде депутаты приглашали вас представить этот доклад по правам человека? В 2013 году. Ну я думаю, самое время уже. Думаю, да. Снова сделать то же самое. И я вот вас убедительно прошу и говорю нашим зрителям, что сегодня у нас амбутсмен Украины, человек, который защищает права человека в студии. И Валерия, раз уже вы приехали к нам, вот пожалуйста, я даю вам возможность обратиться к гражданам Украины и просто сказать им пару слов. Куда обращаться, как писать, еще раз мы не устаем постоянно об этом напоминать. Спасибо большое за такую возможность. И я хотела бы сказать, сейчас еще пасхальная неделя. Неделя радостная, неделя благодатная. Я бы очень хотела, чтобы все граждане Украины чувствовали себя счастливыми. Но для этого необходимо, во-первых, знать свои права, во-вторых, знать, каким образом эти права защищаются. А защищаются они чаще всего достаточно просто, это обращение в суд. И я бы очень просила, чтобы граждане Украины, в случае, если им нужно разъяснение, как защитить свои права, чтобы они обратились в офис уполномоченного по правам человека. Нам тяжело, нам сложно, таких обращений много. Но я думаю, что это все равно наша работа, которую мы постараемся выполнять максимально эффективно. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы приехали к нам в студию. Я хочу напомнить, что более 63 тысяч обращений со всей Украины было учтено, обработано, обдумано, принято к сведению офисом уполномоченного по правам человека. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. А Валерия Лутковская и ее команде еще раз большое спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!